Ребята, а вы знаете, что зимой погибает порядка 9 из 10 птичек? От чего погибает? Да, от холода, потому что они не могут поддерживать нормальную температуру тела, когда они голодные. И вот поэтому, особенно зимой, особенно когда стоят сильные морозы, вот как сейчас у нас 20, 30, 40 градусов, обязательно надо подкармливать птичек, что мы с Джеком всегда и делаем. Иногда мы рассыпаем на какие-то теплые места, например, около колодцев, семена, семечки или я покупаю пшено, а иногда мы делаем вот такие вот кормушечки, импровизированные кормушки из бутылок. И сегодня вот как раз мы с Джекушкой сделаем вот такую вот кормушечку. Я вам покажу, как мы это делаем. Берем обычную пластиковую бутылку, вот самая обычная бутылка из-под воды, и вырезаем вот такое вот небольшое отверстие. Я, кстати, заранее наметила маркером. Сильно большое отверстие делать не нужно, потому что если оно будет очень большим, то при малейшем порыве ветра все вот эти вот зернышки будут высыпаться, потому что бутылочка будет качаться на ветру, так что отверстие вот буквально 7 на 7 или 10 на 10, не больше. Вот у меня вот такое вот получилось отверстие для птичек. То есть сюда могут маленькие птички спокойно залезть, воробушки, синички, но просто так отверстие оставлять нельзя, вот эти вот острые края оставлять нельзя, потому что птичка холодными лапками может сесть вот на эту грань и может поранить себе лапки. Поэтому обязательно вот эти вот все края нужно обработать. Чем можно обработать? Да, при помощи простой изоленты, но дополнительно мы еще вот здесь вот делаем трубочки, обычные трубочки для коктейлей. Ну, чтобы здесь было немножечко вот все равно как-то получше, покруглее. Обычных трубочек я в этот раз не нашла, поэтому будем делать вот такие вот красивые коктейльные трубочки. Ну, конечно, нам это все не понадобится, вся трубочка. То есть мы берем и просто вот таким образом отмеряем расстояние низа кормушки. Отрезаем. И разрезаем трубочку пополам. И вот таким образом надеваем на низ кормушечки. Теперь все можно, все края обработать изолентой. Но чтобы трубочка точно никуда не сползла, потому что изолента все-таки узкая, предварительно вот лучше всего вот эту вот трубочку зафиксировать вот таким широким скетчем. Вот такая вот импровизированная кормушечка у нас получилась. Прежде чем засыпать туда зернышки, убедитесь, что бутылка абсолютно сухая. Ну вот у нас для птичек вот столько всяких зернышек, пшено, семечки. Сейчас засыпем в бутылочку. Я ее дополнительно еще протерла изнутри насухо, чтобы вот эти вот все семечки не размокли там. Вот такая вкусная смесь у нас получилась. Такой вот вкусный коктейльчик. Вот еще у птичек есть ягодки. Сверистили их кушают. Они уже здесь, прикинь. Да, они уже... Почуяли. Птички. Это не банк. Балкатально сухой. Вот мы решили немножко модернизировать кормушечку и решили сделать вот такие вот дырочки, чтобы птичкам удобнее было туда вот вставать и на палочке, прям с палочки вот это все кушать. Вот нашли вот такую вот веточку. Это придется, Артем, тебе вешать. Мне это высоковато. Я не достану. Ну вот, все, кормушечка готова. Птички могут кушать. Вкусненькие зернышки. Вот повесили кормушечку прямо под окнами. И вот там уже, здесь плохо видно, но уже воробушки увидели ее и начали туда подлетать. Вот наша кормушечка. Вот уже подлетают туда по очереди. Клюют что-то там. Молодцы. Все, прознали птички. Вот они по очереди прям подлетают там. По зернышку забирают. Да? И улетают там, хрумкают. Сидят. Ну как здорово. Кушайте, кушайте, маленькие. Синички и воробушки подлетают. Вот им замечательно, удобно. Надо же, вот по очереди подлетают, главное. Не все вместе копошатся, а дают друг другу покушать. Такие молодцы. Вот еще кто-то сделал кормушечку. Да, тоже такую же. Здесь вот тоже воробушки подкармливаются. Вот уже и голуби летят. Тоже там семечки, пшено. Вот. А голуби, они вот прям знают. Когда кто-то подходит, они сразу тут же и ждут. Ждут, чтобы им что-то насыпали. И вот здесь вот под кормушечкой тоже толкутся. Да, там зернышки сыпятся. И птички тоже ждут что-то пощипать, поклевать. Ну дай другим покушать. Чего ты уселась? Другие тоже хотят кушать. Прям туда забралась. Хитрая какая. Синичка. Следующий. Вот так вот мы подкармливаем птичек. А вы кормите птичек зимой? Обязательно пишите в комментариях. А если не кормите, то обязательно надо кормить. Потому что кто, если не мы? Зимой нет червячков, жучков и птичкам нечего кушать. Вот так вот, что придется. Хорошо еще ягодки есть. Ну ягодки в основном снегири едят. А вот синички, воробушки, они, конечно, вот здесь вот едят. Субтитры сделал DimaTorzok